Здравствуйте, уважаемые коллеги! Перед вами 148-й выпуск дайджеста «Арматура строителя». Мы выбрали для вас самые актуальные новости в отрасли арматура строения за прошедшую неделю. По традиции мы начинаем с горячих новостей. 27 февраля 2018 года первый вице-президент торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Булат Асадуллин провел встречу с представителями Департамента содействия экономики Саксонии, уполномоченным представителем в России и СНГ доктором Манфордом Либлем и руководителем проектов Юлием Линевич. Главной темой переговоров стало обсуждение вопросов подготовки бизнес-миссии делегации Саксонии в Республику Башкортостан, которые запланированы на июнь 2018 года, а также направлений сотрудничества предпринимателей Башкортостана с предпринимателями Саксонии. После встречи участники делегации с деловым визитом посетили предприятие ООО «Арматурный завод». Переходим к основным новостям. Корпорация «Сплав» спроектировала и произвела партию сельфонных компенсаторов абсолютно новой модификации для одного из ключевых клиентов. По заданию заказчика для замены на промышленном предприятии европейских изделий, отслуживших свой срок, командой «Сплава» был разработан аналог по конструктивному исполнению, рабочим параметрам и внешнему виду, полностью соответствующим своему немецкому предшественнику. После поставки и монтажа компенсаторов на объекте заказчика по условиям договора предусматривался месяц, чтобы оборудование прошло серию тестовых работ. По итогам этого испытательного срока от партнера получены положительные отзывы и акт входного контроля, свидетельствующий о полном соответствии сельфонных компенсаторов техническим требованиям заказчика. Энергомаш Чехов ЧЗМ проводит испытания трубопроводной арматуры для Курской АЭС. Изделие проходит весь объем испытаний, предусмотренный нормативной документацией. Особенностью данной процедуры является то, что задвижка проходит проверку коэффициента гидравлического сопротивления, ранее не проводившейся на стендах арматурной лаборатории ЗАО Энергомаш Чехов ЧЗМ. Бернет Контроллс представил новую полную линейку многооборотных электроприводов с диапазоном AT. Новый ряд разработан с целью откликнуться на потребность заказчиков для решения комбинированного исполнения, удобства обслуживания и конкурентоспособности в энергетике и водном хозяйстве. По торговым знаком First BC выполняется шесть моделей. Диапазон AT многооборотных электроприводов был создан для общедоступного климатического исполнения и эксплуатационного ограничения, чтобы предложить пользователям основные функции для безопасного управления клапаном. Инженеры Хабаровского офиса ООО «Приводы АУМА» провели технические консультации для сотрудников служб МУП «Хабаровска водоканал», пускового комплекса, головных очистных сооружений, водопровода, центральной водопроводной станции, цеха водоотведения, а также цеха КИПИА. Программа семинаров была рассчитана на шесть дней, обучение прошли 80 сотрудников. Проект «Итоги года». Портал «Арамторг» и журнал «Вестник» «Арматура строителей» продолжает публикацию цикла аналитических материалов для наших читателей, рассказывающих об итогах работы крупнейших российских предприятий в отрасли машиностроения за 2017 год. На портале опубликованы итоги предприятия «ЗАО «Энергомаш» Чехов ЧЗМ». Это крупнейший отечественный поставщик трубопроводной арматуры высокого давления для АЭС и ТЭС, имеющий многолетний опыт производства арматуры. Завод разрабатывает и производит запорную регулирующую и предохранительную трубопроводную арматуру на рабочие среды паровода для энергетики, в том числе ядерной, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности. Далее мы расскажем про итоги работы за 2017 год предприятия «РТМТ». «Ространсмаштрейд» специализируется на проектировании, изготовлении и поставках запорной регулирующей обратной и предохранительной промышленной трубопроводной арматуры российского производства. Основным направлением развития «РТМТ» является разработка и внедрение наукоемкой инновационной продукции для криогенной, энергетической, пищевой и медицинской промышленности. Объединенная металлургическая компания по итогам 2017 года признана лучшим российским производителем трубной продукции в номинации «Трубы нефтегазового ассортамента». Высокая награда была присуждена компании по итогам рейтинга, составленного Координационным советом потребителей промышленной продукции для нефтегазового комплекса. В его основу легли результаты ежегодного опроса ведущих российских компаний отрасли. Награждение состоялось в рамках 13-й ежегодной конференции снабжения в нефтегазовом комплексе, которая прошла в Москве 15 марта 2018 года. В адрес участников, гостей и организаторов Международной выставки «Нефтегаз-2018» и Национального нефтегазового форума, который пройдут в ЦВК «Экспоцентр» с 16 по 19 апреля, поступило приветствие от министра энергетики РФ Александра Новака. В нем отмечается, что Международная выставка «Нефтегаз-2018» уже четвертый год подряд проходит совместно с Национальным нефтегазовым форумом. Объединение выставки и форума, говорится в послании, привело к созданию крупнейшей отраслевой демонстрационно-коммуникационной площадки. Она позволяет представить новейшие технологические разработки и решения для нефтегазовой индустрии и топливно-энергетического комплекса в целом. Всесторонне обсудить и найти оптимальные пути решения приоритетных задач отрасли. Экспоцентр на Красной Пресне приглашает принять участие в 21-й Международной выставке химической промышленности и науки «Химия-2018». Выставка «Химия» – это крупнейшее мероприятие химической промышленности России, которое ежегодно собирает в ЦВК «Экспоцентр» мировое профессиональное сообщество для обмена опытом и поддержания эффективного делового сотрудничества. Подробнее о выставке в условиях участия можно узнать на официальном сайте выставки. Научно-производственное предприятие «Сенсор» представит новую линейку продукции на международной выставке «Газнефтехнологии-2018». Ознакомиться с новинками продукции можно будет на стенде номер 112 «Павильон-2». Напомним, что НПП «Сенсор» был основан в городе Заречном Пензейской области в 1992 году. В настоящее время это крупная, стабильно развивающаяся компания с высокой культурой производства и численностью персонала около 400 человек. Постоянный рост производственных мощностей и разработка новых изделий осуществляется только за счет собственных средств предприятия. Мы продолжаем рассказывать про масштабные промышленные мощности российских предприятий. Этот цикл видеорепортажей посвящен Сибэнергомаш БКЗ. В новой части мы расскажем про установку газоплазменной резки. Нашим собеседником стал ведущий инженер-технолог Сергей Витальевич Яковлев. Установка газоплазменной резки с высокой точностью позволяет осуществлять заготовки будущих деталей. Следующий выпуск посвящен лаборатории разрушающего контроля. Здесь проходят различные испытания и контроль качества выпускаемой продукции. В этом выпуске нашим собеседником стала Ольга Ивановна Минакова, инженер-металлограф. Отметим, что оборудование, на котором осуществляются операции контроля, является швейцарским. Данная машина – одна из лучших не только в Европе, но и в мире. Далее мы расскажем про участок сварки и обработки труб. В этом нам помог Евгений Владимирович Функ, директор по производству. Каждая из составляющих панелей проходит следующие стадии – стыковка полосы, зачистка, калибровка. Далее продукция поступает на сварочные линии. После этого часть панелей поступает на сварочный портал, ширина панели – до 3000 мм. Далее осуществляется сварка деталей в одну общую панель. Затем, в зависимости от технических требований, детали проходят гибкую или резкую. Только после этого деталь отправляется на сборочный участок. Следующий выпуск посвящен участку сборки на предприятии. Нашим собеседником вновь стал Евгений Владимирович Функ, директор по производству. Он отмечает, что на данный участок поступает огромное количество деталей. Из технологических операций здесь происходит сборка и сварка. Перед отправкой заказчику все изделия проходят контроль – визуальный, радиографический, ультразвуковой и гидроиспытания. Медиагруппа ArmTorg продолжает публикацию интервью с участниками международной выставки «Акватерм Москву-2018». В новой серии мы пообщались с представителями немецкой компании «Виего». Ими стали руководитель проектного направления РФ СНГ Тимур Халиков и главный технический специалист по РФ СНГ Сергей Витрешко. Компания основана в 1899 году. Ее присутствие на рынке более 115 лет ознаменовано под эгидой высокого качества. Компания производит оборудование для водоснабжения тепла, снабжение сантехническую арматуру. Вся продукция отмечена в высокой категории качества. Далее мы представляем второе уникальное интервью с представителем группы компании «ЛД», где нашим собеседником стал Кирилл Игоревич Чибанов, коммерческий директор компании. В ходе беседы речь зашла об «Экватерм Москву-2018». Собеседник отметил, что в этом году выставка очень интересна и каждый год не перестает удивлять. Далее речь зашла о новинках. В этом году «ЛД» привезли несколько новых продуктов – латунные, шаровые экраны, поворотно-дисковые затворы и другие. Собеседник отметил, что спрос на продукцию довольно высокий. Далее мы представляем вашему вниманию новую беседу в рамках выставки «Акватерм Москву-2018». Нашим собеседником стал представитель компании «Ростурпласт» Сергей Николаевич Казаков, директор по техническому развитию. Основное направление деятельности предприятия – это производство полимерных труб и фитингов. Компания «Ростурпласт» существует на рынке уже 13 лет. За это время она прошла длительный путь. «Ростурпласт» имеет несколько представительств в Москве, Московской и Новосибирской областях. Компания предполагает дальнейшее расширение и открытие новых филиалов. В ходе беседы представитель компании отметил, что несмотря на среднюю цену, продукция имеет высокое качество. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за интерес к нашему проекту. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках «Дайджест арматура строителя». Субтитры создавал DimaTorzok